Всем привет! Смотрите, что делать, если на телевизоре подключенному к компьютеру по HDMI кабелю нет звука. Технология HDMI позволяет одновременно передавать цифровое видео и аудио с компьютера на телевизор. Но при этом многие пользователи жалуются, что при подключении телевизора к ПК и воспроизведении видео звук отсутствует. Если вы столкнулись с данной проблемой, далее в видео я покажу, как ее решить в операционной системе Windows. Для начала нужно понять, чем причина отсутствия звука. Существует множество причин, вызывающих данную проблему. Для начала нужно проверить работоспособность кабеля, подключить его к другому телевизору или монитору с динамиками и проверьте, есть ли звук. Если звук есть, можно переходить к настройкам ПК, если нет, замените HDMI кабель. Проверьте свойства звука на телевизоре, может он отключен на данном устройстве. Основные причины проблемы со звуком на компьютере могут быть следующими. Установлен неправильный аудиодрайвер или неподходящее устройство воспроизведения. По умолчанию в настройках выбраны динамики вместо аудиовыхода HDMI. Первое, что нужно сделать после подключения телевизора, перезагрузить компьютер, поскольку перезагрузка в большинстве случаев устраняет незначительные проблемы и программные сбои. При подключении к ПК нескольких устройств вывода звука или звуковых карт может возникать конфликт. Вполне вероятно, что аудиовыход HDMI не включается автоматически, поскольку динамики, подключенные к компьютеру или встроенные в него, определены как устройство по умолчанию. Чтобы исправить данную настройку, откройте параметры Система Звук. Здесь выберите соответствующее устройство вывода. Далее в этом разделе откройте Дополнительные параметры звука. В открывшемся окне на вкладке Воспроизведения в этом списке должен отображаться ваш телевизор. Кликните по устройству правой кнопкой мыши и выберите Использовать по умолчанию. Если устройство не отображается в данном списке, кликните правой кнопкой мыши по пустому месту и проверьте включен ли параметр Показать отключенные устройства и Показать отсоединенные устройства. Теперь нажмите правой кнопкой мыши по аудио устройству, нажмите здесь Включить. А после выберите Установить по умолчанию. Затем Применить и ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть окно. После проверяем наличие звука. Таким же способом вы сможете переключить звук обратно на динамики. Также установка несовместимых драйверов может быть причиной отсутствия звука на телевизоре при подключении через HDMI. Попробуйте обновить системные драйвера. Сделать это можно либо вручную, скачав и установив подходящие сайта производителя. Драйвер должен соответствовать версии вашей операционной системы. Также можно обновить драйвера в диспетчере устройств. Кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск и запустите диспетчер устройств. В открывшемся окне разверните раздел Звуковые, Игровые и Видео устройства. Кликните по устройству правой кнопкой мыши и выберите Обновить драйвер. Автоматический поиск. Или нажмите правой кнопкой мыши по устройству и выберите Удалить устройство. Удалить. Затем выше в меню откройте вкладку действия Обновить конфигурацию оборудования. После этого адаптер должен установиться заново и появится звук на телевизоре. Также можно проверить еще следующие настройки. Разверните раздел Аудио входы и Аудио выходы. Если напротив устройства присутствует серая стрелка, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите Включить. Также можно попробовать его удалить и обновить драйвера. Обновить драйвер. Удалить. Действия. Обновить конфигурацию оборудования. Затем перейдите к разделу Системные устройства. Разверните его и найдите Контроллер High Definition Audio. И проверьте не отключен ли он. Удалять его не рекомендуется, так как после удаления и перезагрузки он может не установиться автоматически и звук пропадет вообще. Еще в разделе Звуковые, Игровые и Видео устройства проверьте нет ли здесь устройства NVIDIA High Definition Audio или AMD. Это зависит от установленной видеокарты. Включите его. Попробуйте обновить драйвер. Или удалить и обновить конфигурацию. Если же HDMI работал правильно и начал давать сбои после обновления, то откат графических драйверов может помочь. Откат драйверов удалит текущий драйвер, установленный в системе, и заменит его предыдущей версией. Этот процесс должен устранить любые ошибки в драйверах и, возможно, исправить проблему отсутствия звука на подключенном телевизоре. Откройте диспетчер устройств и перейдите к разделу Видео адаптеры. Кликните правой кнопкой мыши по вашей видеокарте и откройте свойства. Далее откройте в платку Драйвер и нажмите Откатить. Укажите причину. Затем нажмите Да, чтобы перезапустить систему. После системы загрузится с предыдущей версией драйверов видеокарты. Если опция Откатить драйвер неактивна, это означает, что в системе нет файлов предустановленных драйверов. В таком случае вам должны помочь другие методы. Следующий метод исправления – запуск средства устранения неполадок. Откройте параметры Система Звук В разделе Дополнительно запустите устранение распространенных проблем со звуком для устройств вывода. Выберите устройство из списка и нажмите Далее. На экране появятся инструкции. Следуйте им, чтобы запустить средства устранения неполадок и применить рекомендуемые исправления. Если нужно, перезагрузите систему. Еще в параметрах звука проверьте, не отключено ли данное устройство. Откройте Свойства И включите здесь звук. Затем откройте Дополнительные параметры звука. На вкладке Общие в разделе Примененные устройства установите Использовать это устройство. Затем перейдите на вкладку Уровни и проверьте, не отключено ли оно здесь. Бегунок не должен быть ниже 50%, а значок динамиков с красным значком. Если вы подключаете телевизор с функцией Smart, после подключения попробуйте перезагрузить его. В зависимости от модели и операционной системы, процесс перезапуска может отличаться. Но обычно нужно зажать кнопку выключения на некоторое время. Или найдите функцию перезагрузки в настройках. Некоторые телевизоры имеют более одного порта HDMI. В таких случаях всегда проверяйте, что вы подключаете его к правильному. Обычно возле HDMI входа на телевизоре, кроме номера порта, в скобках указана еще дополнительная информация. DVI, STB, ARC, MHL. В большинстве случаев эти порты отличаются некоторым функционалом. Если на вашем устройстве есть порт HDMI DVI, то этот порт предназначен для подключения компьютеров и ноутбуков, когда телевизор выступает в роли монитора без вывода звука. Так вот, если на вашем телевизоре порт HDMI DVI версии 1.3, и вы этот порт подключили к компьютеру, то звук выводиться не будет. В HDMI версии 1.4 этот порт уже имеет поддержку вывода звука. Если у вас старый телевизор, это вполне может быть причиной. Подключите кабель в другой порт. Также некоторые пользователи заявляют, что им помогло отключение Bluetooth на ноутбуке. После этого звук на телевизоре появился. Можно попробовать отключить Bluetooth в настройках системы или же отключить адаптер в диспетчере устройств. На одном из форумов решение проблемы с отсутствием звука для ноутбука Lenovo стало изменение режима загрузки в BIOS. Если в настройках BIOS установлен режим загрузки Legacy, то звука через HDMI может не быть. Решение установить режим загрузки UEFI. В BIOS найдите раздел загрузки, измените данную настройку. Друзья, по статистике YouTube 26% зрителей смотрят наш канал из Украины. Специально для вас мы запустили канал Hetman Software на украинском языке. На этом канале мы также показываем видео на тему восстановления данных, настройки ПК и операционных систем, исправления ошибок, очистки от вирусов и многое другое. Переходите и подписывайтесь. Ссылка всегда в описании. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok